Привет, друзья! Сегодня мы будем рассматривать самые интересные игры на платформе Steam, которые можно приобрести всего за 100 рублей, в магазинах, ссылки на которые будут в описании. Готовы окунуться в мир увлекательных приключений и невероятных сражений всего за 100 рублей? Тогда давайте начнем! Orcs Mads Die. Крутая и динамичная компьютерная игра в жанре стратегии с элементами экшена. Ведь тебе предстоит очень много сражаться с толпами коварных врагов, которые постоянно будут на тебя нападать с целью уничтожения. Все дело в том, что толпы жутких созданий в виде орков пытаются пробраться на нашу планету с целью захвата через особые порталы, которые находятся в башнях. Тебе необходимо остановить весь этот процесс и незамедлительно ликвидировать всех сторонников зла. В твоем арсенале будет масса особых средств для уничтожения агрессора в виде различных орудий убийства, как холодного, так и огнестрельного типа. Тебе каждый раз будет даваться новая уникальная миссия с интересными заданиями и толпами врагов, победить которых будет не так уж и просто. События игры разворачиваются в открытом и доступном для исследования мира фэнтези, а твой главный герой – отважный и бесстрашный рыцарь, который ловко справляется с владением мечом, луком с отстрелами, а также всем возможными магическими заклинаниями, которые смогут пригодиться ему в самых опасных выражениях. Man of War – Condemned Heroes Это тактическая и стратегическая игра в реальном времени, действия которой происходят во время Второй мировой войны. Сюжет рассказывает о группе советских солдат, известных как «Отряд приговоренных», которые считаются преступниками и посылаются советским правительством на самоубийственные задания. Геймер берет на себя роль командира отряда и должен провести бойцов через множество миссий, чтобы выжить и в конечном итоге искупить свою вину. Геймплей в игре представляет собой смесь тактики и стратегии в реальном времени, где геймер управляет отдельными отрядами и отдает им приказы в реальном времени. Здесь представлено множество различных юнитов, каждый из которых обладает своими уникальными способностями и оружием. Игроки также могут управлять танками, артиллерией и другой тяжелой техникой, чтобы получить преимущество на поле боя. Сюжет разделен на несколько различных миссий, каждая из которых имеет свою цель и набор задач. Игроку предстоит столкнуться с множеством различных врагов, включая немецких солдат, танки и самолеты. Действия игры происходят в различных локациях, включая леса, города и заснеженные ландшафты. Механика ориентирована на реалистичные военные действия с реалистичной баллистикой, физикой, моделями и повреждениями. Игрок также должен учитывать моральный дух солдат и не забывать обеспечивать их вовремя продовольствием и боеприпасами. Off-Road Drive – это гоночная игра для внедорожников, в которой игроки садятся за руль самых прочных и мощных автомобилей на рынке. Геймеры будут перемещаться по разнообразным местностям, от скалистых гор до песчаных пустынь, соревнуясь в различных гонках и испытаниях. Геймплей стремительный и напряженный, игроки используют в сочетании скорости, мастерства и стратегии, чтобы выйти на первое место. Еще вам придется освоить уникальные характеристики управляемости каждого автомобиля, а также научиться преодолевать различные препятствия и опасности, которыми будет усеяна ваша трасса. Сюжет игры сосредоточен вокруг путешествия игрока, чтобы стать абсолютным чемпионом по бездорожью. В проекте представлены различные персонажи, каждый со своей уникальной предысторией и характером, с которыми игроки будут сталкиваться и соревноваться по мере прихождения. Механика включает в себя реалистичный физический движок, который точно модулирует движение и управляемость каждого транспортного средства, а также множество опций и настройки, которые позволяют игрокам точно настроить свои автомобили в соответствии с их индивидуальным гоночным стилем. Дальнобойщики 3. Покорение Америки. Игра, которая основана на доставке грузов, где ты возьмешься за управление разными видами грузовых автотранспортов. Отправляйся на территорию Калифорнии, где ты покоришь весь мир. Игра довольно интересная и занимательная на долгое время, где ты будешь выполнять различные миссии, тем самым зарабатывая неплохие деньги, и продвигаясь все дальше и дальше по карьерной лестнице. Передвигаясь по трассам и бездорожью, у тебя будет возможность насладиться потрясающими видами и красотами природы. Вокруг тебя ждет безграничная пустыня, высокие горы и впадающие в моря реки. Мир игры в данной серии значительно изменился в лучшую сторону, что очень порадует поклонников. Более того, в данной части предусмотрен кооперативный режим, где ты сможешь посоревноваться с участниками по всему миру и отлично провести время в компании друзей. Hard Reset Extendent Edition. Это быстро развивающийся шутер от первого лица, действие которого происходит в мире киберпанка. Действие происходит в городе Безуар, разрушенном в мегаполисе, находящемся на грани краха. Геймер берет на себя роль майора Флетчера, солдата Центрального Разведанного Управления, которому поручено защищать город от орды роботов-врагов, известных как Некус. Геймплей в игре быстрый и стремительный. Игрок использует разнообразное мощное оружие и способности, чтобы уничтожить волны врагов. Здесь представлен широкий спектр оружия от базовой штурмовой винтовки до сверхмощной плазменной винтовки. Геймер также может использовать специальные способности, такие как щит и перемещение в тире, чтобы избежать повреждений и перемещаться по полю боя. По пути Флетчер встретит множество персонажей, включая таинственного доктора Элизабет Конвей, лидера Центрального Разведанного Управления, и хакера из Гоя Теллона. Геймеру также предстоит раскрыть секреты Некуса и их связь с прошлым города. Есть несколько различных режимов, включая стандартный сюжетный, а также режим выживания, в котором игроку предстоит отбиваться от волн врагов, чтобы узнать, как долго он сможет продержаться. Благодаря стремительным действиям, мощному оружию и сюжету, игра непременно будет держать игроков в напряжении на протяжении всего прохождения. Анмика Никел – это приключенческая игра-головоломка, действие которой происходит в таинственном подземном сеттинге. Игроки берут на себя роль маленького круглого робота по имени Ро, который оказался в ловушке в этом подземном мире и должен найти способ выбраться оттуда. Геймплей состоит в основном из решения паззлов и перемещения по уровням игры. Геймер должен манипулировать объектами и использовать способности Ро, такие как тяговый луч, чтобы продвигаться по уровню. Головоломки разнообразны и могут варьироваться от простых механических задач до более сложных логических паззлов. Сюжет минималистичен, но он создает ощущение тайны и интриги вокруг подземного сеттинга. По мере прохождения уровней игрок начинает рассказывать подсказки о прошлом мира и причине попадания Ро в плен. Мир загадочный и атмосферный, в нем смешаны подземные пещеры и промышленное оборудование. Также представлены предметы и инструменты, которые игрок может использовать для решения головоломок. К ним относятся рычаги, кнопки и машины, с которыми Ро может взаимодействовать. Геймер также должен избегать опасностей, таких как опасные механизмы и враждебные существа, населяющие этот подземный мир. Sacred Citadel – это приключенческая игра, действие которой разворачивается в фэнтезийном мире Анкарии. Здесь предстоит взять на себя роль одного из четырех классов – храброго воина, ловкого разведчика, сильного мага или тяжелого шамана, каждый из которых обладает своими уникальными способностями и оружием. Игра отличается стремительным геймплеем, в котором игроки сражаются с полчищами врагов, используя комбинацию базовых атак и специальных способностей для победы над боссами и продвижения по сюжету. Сюжет вращается вокруг могущественного и злого колдуна, который угрожает поработить мирный народ Анкарии. Потребуется объединиться и отправиться в путешествие по коварным землям, сражаясь со свирепыми монстрами и преодолевая опасные препятствия, чтобы остановить колдуна и спасти свою родину. По пути игроки способны улучшать свое оружие и доспехи, а также собирать мощные магические артефакты, которые можно использовать для усиления своих способностей. Тут вы столкнетесь с различными фракциями, такими как кровожадные бандиты, дикие орки и приспешники злого колдуна. Паренгейт Индиго Профессор Ремастер Не новый запуск версии триллера, который выпущен в далекие 90-е годы. Сюжетная линия здесь исполнена на высшем уровне, которая будет держать игрока в напряжении с первых же секунд действия. Ты попадаешь в мрачный мир, где первым делом узнаешь об совершенном убийстве. Обычные банковские служащие убивают свою жертву в одной из простых кофеин города. Самым странным является то, что во всей этой ситуации убийца не мог контролировать свои действия, хоть и понимал, что делает. Теперь у него появилась одна единственная цель – разобраться во всем и узнать, как этот поступок он мог совершить. Ему в первую очередь предстоит разобраться в себе, а затем отправиться на исследование огромного мира, который таит в себе тысячи тайн и мрачных загадок. Какие же силы заставили нашего главного героя совершить эти деяния? Это тебе и предстоит узнать. Отправившись в опасный путь, где повстречаешь массу страшных врагов, одолеть которых будет не так уж и просто. System Shock 2 – это приключенческая игра с видом от первого лица, действие которой происходит в киберпанковом будущем. Событие происходит на космическом корабле под названием Фон Браун, где предстоит взять на себя роль безымянного солдата, который является частью военной организации под названием Ю-Ин-Ин. Геймплей представляет собой сочетание шутера от первого лица и элементов ролевой игры. Сюжет вращается вокруг персонажа, который, очнувшись от Криасана, обнаруживает, что корабль захвачен искусственным интеллектом по имени Шадан. Понадобится раскрыть правду о том, что произошло на корабле, и помешать Шадан осуществить свои гнусные планы. По пути игрок встретит множество персонажей, включая доктора Дженни Сполито, доктора Мария Делла Крура, а также двух капитанов Терри Брозиуса и Ребеку Синдос. По мере прохождения геймер столкнется с различными врагами, такими как мутанты, киборги и роботы-дроны. По распоряжении будет разнообразное оружие, включая плазменную винтовку, дробовик и гаечный ключ, а также различные предметы, такие как аптечки, боеприпасы и карты безопасности. Blood Bowl House Edition – это пошаговая спортивная игра на фэнтезийную тематику, созданная во вселенной Вархаммер. В игре представлены напряженные, жесткие матчи между командами тяжело вооруженных игроков, каждая из которых борется за контрольным мечом на опасном, пропитанном кровью поле. Геймплей вращается вокруг использования комбинаций стратегий и грубой силы, чтобы обойти и одолеть своих противников. Игроки могут выбирать множество, раз каждая из которых обладает своими уникальными способностями и атрибутами. От диких орков и безжалостных эльфов до огромных троллей и проворных скавинов. Для каждого игрового стиля найдется своя команда. Геймеры также могут настраивать свои команды, покупая и продавая игроков, оснащая их мощным оружием и броней. Действие происходит в различных локациях, включая извращенное хаотичное царство пустоши Хаоса и разросшиеся города Старого Света. Из оружия здесь представлен цепной кулак, топор Хаоса, тролль Варпстоун и отравленные кинжалы. В общем, Bloodbot House Edition – это захватывающая и жестокая игра, требующая быстрого мышления, тщательного планирования и готовности выпустить на поле боя немного Хаоса. Надеюсь, что мое видео помогло вам выбрать пусть не новую, но увлекательную игру для своего времяпрепровождения. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и делиться видео с друзьями. А пока ждите новых обзоров 100-рублевых игр на моем канале. Удачи вам в играх и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!